Спасатели второй день ищут пропавшего рыбака в Тымовском районе. В минувшую пятницу, 7 июля, 75-летний мужчина из села Кировское отправился удить рыбу на реке Тым и пропал. В воскресенье 9 июля на поиски сахалинца выдвинулись спасатели отряда имени Полякова. Группа вместе с полицейскими обследовала порядка тысячи квадратных метров, но результатов пока что это не дало. Родственники и полиция Анивского района ищут 37-летнего Владимира Геннадьевича Ефремычева. Мужчина приехал из Пятеречья Холмского района в Таранай. Там провел непродолжительное время. С 4 июля местонахождение сахалинца неизвестно. Приметы разыскиваемого. Рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темные волосы. Особые приметы – много татуировок. Если вам известно что-то, что поможет найти Владимира Ефремычева, просьба позвонить по телефону 8 код города 4242 780 685 или ватсап 8 962 120 66 98. За прошедшую неделю на территории Сахалинской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 31 происшествие в том числе. Выезжали на 28 пожаров, из них 6 в жилом фонде, 22 в нежилом. На произошедших пожарах спасено 14 человек, эвакуировано 30. На водных объектах области происшествий не произошло. Подразделения МЧС России привлекались также на 3 ДТП, в результате которых пострадал 1 человек. В Центре управления кризис в ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области зарегистрировано 6 туристических групп. Уважаемые жители и гости Сахалинской области, помните, ваша безопасность, ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Лайфхак МЧС. Отправляясь в лес за грибами, всегда есть риск заблудиться. Поэтому шаг первый. Одевайся как клоун, то есть максимально ярко. В камуфляже лучше ходить в городе и отпугивать женщин. Шаг второй. Имей полностью заряженную батарею в телефоне. Шаг третий. Обязательно скажи кому-то, в какое примерно место поехал. Бесхозная сумка всполошила южно-сахалинцев ночью 7 июля. Подозрительный предмет обнаружили на детской площадке во дворе дома 491 по улице Ленина. В 23.07 местные жители позвонили в единую диспетчерскую службу 112. Через пять минут спасатели уже прибыли к месту происшествия. До полуночи спецслужбы проверяли спортивную сумку. Она оказалась безопасна. Сахалинка поверила лже сотруднику банка и лишилась денег. В полицию Паранайска обратилась 62-летняя местная жительница. У нее со счета похитили 30 тысяч рублей. Как рассказала потерпевшая, до этого ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей Центрального банка России. Якобы аферисты хотят списать деньги с карты Сахалинки. Жительница островного региона испугалась и по инструкции псевдоспециалистки установила на телефон приложение Rustdesk. Так злоумышленница получила удаленный доступ к гаджету жертвы и опустошила ее счет. Как отметили в пресс-службе областного управления МВД, жительница Паранайска знала о подобном виде мошенничества, но все равно поверила жуликам. Возбуждено уголовное дело о краже денег с банковского счета. Ведется следствие. Субтитры создавал DimaTorzok